так дальше что я еще готовлю тут поставила я холодец это у меня вот такая голяшка когда-то не и давали бонусом когда я покупала мясо это было по моему летом ну или осенью ли может начали осень не помню вот решила я приготовить холодец давно я не делала холодца у мужа спросил будешь буду говорит если будет вкусный буду вот хитрованка думаю здесь ой чуть не свалилась тут вот такая большая голяшка она уже очень долго кипит ну знаете сколько но часа три точно поэтому уже я думаю что готов уже уже можно уже можно думаю его отправлять формы так сказать и еще что я положила сюда мясо мясо сейчас покажу о развернула я так а горячее я положила черное мясо кусочки они нам тоже уже отварились где они они показать даже кусками вот такое черное мясо вот 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 холодец я буду делать не просто конечно же жидкой жилирующая да чтоб внизу было мясо это мясо я думаю прокручу через мясорубку чесночок сюда добавлю морковку не буду чесночок сюда мяско будет у нас залитое вот этим всем жирок наверное потом уберем пока с жирком все зальем конечно чеснок что еще приправы никакие не буду ложить пока потом покажу завтра уже готовый результат холодца сейчас покипит еще полчаса и уже займусь им вплотную так сказать потому что жидкости уже досталось довольно таки мало я прям заливала вот столько смотрите сколько вы выкипела так сказать и вот это именно такой вот для холодца это не свинина это говядинка я обычно все блюда готовлю на говядине а у нас уже так знаете вечереет уже темнеет такая погода противная дождик был на днях еще будет дождь ну уже знаете осень осень прям холодно сегодня без шапки ходила по магазинам замерзла задрыгала вот так вот не храним себя да не сохраняем так сказать себя а потом болеем все с этого дня надо надевать шапки кстати фикс прайс очень много красивых шапок детских взрослых просто огромнейший выбор я вот тут айжанки заказал за почти 400 рублей но там с шарфом правда я заказала в этом фиксе можно за 200 рублей такую классную шапку взять на деревьях уже нет листьев уже все опало такое вот небо сегодня вот так а мы дальше будем заниматься домашними делами вот такой насыщенный у меня холодец пока получается мяско я нарезала мелким мелким кубиком одну головку чеснока почистила мелко нарезала и соли по вкусу и залила это все жидкостью вот как все получилось завтра с утра посмотрим что получится уже наверняка такая вот потом жирок сверху уберем все будет замечательно замесила я сейчас тесто для пельменей и вспомнила детства помню в детстве я всегда называла холодец по татарски даральдек не знаю почему я так называла и вот я сейчас мельмесила тесто и вспоминала как я называла холодец мама в детстве очень часто делала холодец помню раньше держали и свиней и корову и бычка и теленка все время делала мама холодец я помню морковку она сверху по моему для красоты леклала но мы очень любили с чесноком обычно с мяском очень часто она все время говорил что полезно вкусно особенно вот немножко когда были похолодания такие она делала веранду выносила он там застывал большую кастрюлю делала потом заносила и мы кушали воспоминание с детства так было вкусно с хлебушком а я почему-то смотрю что все русские не знаю может не все конечно же большинство кушают с горчицы надо попробовать вкусно это или нет сейчас мы уже не на гв так что можно чтобы хоть что кушать вот воспоминание с детства как же было прекрасно в эти моменты какая была прекрасная жизнь в эти моменты так скучая по прошлому скучая по маме берегите близких берегите мам цените они самые прекрасные на свете ведь мама прекрасна какая бы она ни была толстая худая злая добрая мама ведь любит не за внешность а это прямо наверное связь какая-то с мамой берегите близких и увидимся в следующем видео вышли мы с айжанкой погулять в новых ботиночках всем огромнейший привет доброе утро начиная свой очередной влог смотрите какая девочка в розовом розовая шапка розовая куртка розовые типа ботиночки сиреневые и штанишки такие же а вроде привыкает потихонечку к обуви а то все никак не могла привыкнуть дома тяжеловато ей было знаете вот наверное на месяца два ну не больше потому что поэтому я взяла недорогие они вот сейчас на два месяца у них поход они больше и налазить уже не будет они прям ей как раз чуть большеватый подъем очень здесь узкий поэтому это наш на худую ногу так сказать вот ботиночках удобно тепло ножкам ножкам тепло давай туда наступай на черную наступай наступай сюда айда сюда смотри мама в галошках наступает давай стесняшка стесняшка ай же ай же ай же сос сосет опа вот молодец вот можешь же ходить когда хочешь можешь же когда хочешь вот молодец умница непривычные ботиночках она все на них смотрит и смотрит у нас кстати на деревьях на деревьях уже нет листьев смотрите все уже на днях ночью пойдут минуса сплошные может и днем потом минуса пойдут все деревья без листвы осень уже поздняя осень вчера у меня осталось тесто остался фарш и сегодня на обед я буду лепить пельмени айжанка их тоже любит особенно любит тесто от пельменей и любит фарш конечно же сейчас налепим и будем обедать пельмешки мои слеплены быстро на скорую руку столько уже времени прошло надо быстро быстро лепить а то уже обед приближается у нас все не готово вот такие вот пельмешки со спешкой получились ой девчонки не обращайте внимание на газовую плиту на немножко у меня грязные хочу вам показать свою кастрюлю вот такая вот кастрюля в деле сейчас будем в ней варить пельмени красота неописуемая очень довольная покупочкой хочу обновить все кастрюли поменять на эмалированные меме мемей мемей накормила айжанку она съела у меня всего лишь три пельмени я ей отложила 4 мясо она как всегда выплевывает но поела попыталась точнее это сделать на машине пельмешки я еще подогрела с уксусом с бульончиком и с кетчупом своих пельменях ты точно уверен что там настоящее мясо в покупных нет конечно же сочное вкусное всем приятного аппетита кто кушает ты уже покушала